Продолжим? Продолжим. Сейчас, как старообрядцы... Слетает. Как старообрядцы относятся к пище? По Ветхому или по Новому Завету? Различают ли чистых, нечистых животных, как, например, свинью, кролика и тому подобное? Ну что, старообрядцев я знаю не понаслышке. Это моя Родина. Богоизбранному еврейскому народу, когда они только выслали Египта, ну, они-то там научились чему? Большинство-то уже привыкли. Поклонялись быку, апису и другим животным. И Бог дал закон. Он стеснял их в выборе пищи. Разделял все творения на чистые, нечистые. Вот третья книга Моисеева, там Левит 11 главе говорится. Премудрости Соломона 15-19. Он говорит, что они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе, на лишенные одобрения Божие и благословения его. К пище, конечно. К новозаветным христианам это не имеет никакого отношения. Почему? Вот в первом послании к Тимофею, 4 главе, 4-5 стих, апостол Павел наставляет, «Ибо всякое творение Божие хорошо, повторяю, всякое, и ничто непредосудительное, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим молитвой». И к Колосинам он говорит, 2, 16, 17 и 22, 23 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановление, не прикасаясь, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления. Человек съез и выбросилось по заповедям и ущению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, в смиренномудрии, изнурении тела, в вектором небрежении, а насыщении плоти. Так вот, у сарабрятцев исключительно сильная традиция, безотчетная такая вера в родительское наущение, преданность до смерти детскому наущению. И учитывая, что Библия не только не имеет никакого авторитета в их среде, но считается книгой, от которой сходят с ума, это старобрядческая наработка, и в отношении пищи научены по традиции. А традиция – это смерть всякой живой мысли. Они вообще ничего не слышат и не веют, кроме традиции. Когда считают, что Иоанн Креститель питался акридами, они берут из толкования только такое, какое сходится с их мнением, считая, что это трава, растение. И даже толкование блаженного фефрилакта, признаваемой ими как заслуживающей доверии, это в данном месте на толкование Матфея 3.4. Сам же Иоанн имел одежду и зверблюжья волоса и пояс кожаный на шреслах своих, а пищевого были акриды дикий мед. И у Марка 1.6 они не воспринимают, а пищевого были акриды дикий мед. Некоторые говорят, что акриды – это трава, которая называется милагрой, а другие разумеют, под ними орехи или дикие ягоды. Дикий мед – мед, который приготовлялся дикими пчелами и который находят в деревьях, равные между камнями. Иоанн же носил одежду из зверблюжья волоса и пояс кожаный на шреслах своих, ел акриды и дикий мед. Мы же говорили об этом в Евангелии от Матфея. А теперь скажем только о том, что там опущено. Равно пища Иоаннова указывала здесь, конечно, на воздержание. Была вместе образом духовной пищи тогдашних иудеев, которые не ели чистых птиц небесных, то есть не помышляли ни о чем высоком, а питались только словом возвышенным и направленным к горе, к небу, но опять упадающим долу. На время исполняли, а тут отступали. Ибо саранча, акриды, есть такое насекомое, которое прилагает, прыгает вверх, а потом опять падает на землю. Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть пророками. Но он оставался у него без ухода и не был умножаем. То есть они не ухаживали за пчелами углублением и правильным разумением, хотя евреи думали, что они разумеют и постигают Писание. Они имели Писание, как бы, некоторый мед, но не трудились над ним и не исследовали его. У Левит 11, 20, 25 говорится, все животные, присмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. И всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле, вот этих ешьте из них, саранчун с ее породой, салам с ее породой, хоргол с ее породой и хагап с его породой. Всякое другое, присмыкающиеся, крылатые, у которого четыре ноги, скверны для вас, от них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою и нечист будет до вечера. Ну, ясно, что трава не может скакать. Я им показываю это все. Но по местным условиям ни старообрядцы, ни их пращури никогда не ели саранчи. Какое же они могут дать толкование? В любом своем самом диком заблуждении они стоят упертые намертво. Ответ с их стороны один. Это проклятые никоньяне сделали неправильный перевод. Исказили, испортили блаженного пепелакта. Если покажем толкование Анна Златоуса на эти стихи, ответ тот же самый. Окаянный никоньяне. Все перепортили. Свиней в Сибири выгодно держать. И они их испокон века держат, старобрядцы. И любят кушать непостные дни. Начетчики дали умную трактовку, оправдывающую едение запретного. И как обычно они прибегают к мифотворчеству и бабьим басням, бредням пьяных старух по-златоусту. Они говорят, что свинью ныне разрешено есть потому, что ее едение осветил Христос, когда на кресте вкусил поданную римским воинам свиную желчь. Никаких доказательств, подтверждающих эту версию, они не имеют. У старобрядцев не приемлется перевод Библии на русский язык, ибо ни коня не сделали его неправильно, исказили в свою пользу. А сами за 350 лет не предприняли и малейшие попытки выучить из своей среды грамотных и перевести правильно священное писание. Вот мы считаем Псалом 32, 16. Не спасется царь множеством воинства, Исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великой силой своею. В славянском переводе это место считается ложь-конь во спасение, то есть конь ложный, ненадежный-то. А они уверены, что в случае необходимости лгать допустимо для спасения. Ложь-конь во спасение. Так что сарабрятцы не пользуются неветхими новым заветом в отношении пищи. Василий великий, рассуждая на эту тему, главенствующую роль отдает разуму, говоря, что хотя нам и разрешено употреблять пищу все растения, но не белины же мы объедем, чтобы есть белину. Так и в рассуждении о пище животного происхождения мясо некоторых животных ядовито, как у стеребятников, поедающих падаль. В Деяниях 11.9 и отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не посчитай нечистым. Эти же хитрости старабрятцы применяют в отношении рыбы, определяя их пригодность по якобы обнаруженной кости в виде креста в голове. Нам дедушка показывал даже. Главное для христианина китайцы, японцы и других, чтобы это было безвредно и принималось благодарением молитвой. Старабрятцы ни под каким видом не соглашаются есть мясо голубей и обосновывают это тем, что Дух Святой сходил в виде голубя, но вкушают овец и игнят, хотя Христос называется Агнецем и показан в таком виде Ану Крестителю. Иоанн 11.36 Увидел идущего Иисуса и сказал, вот Агнец Божий. Деяние 8.32 А место из Писания, которое он считал, было сие, как овца веден было на заклане и как Агнец пристригущем его безгласен, так он не открывает уст своих. И в Откровении 5.6 Я взглянул и вот посреди престола четырех животных и посреди старства стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые, суть, семь духов Божиих, посланных во всю землю. В житии Филарета Милостива 1.12 говорится, что на брачном торжестве у него были поданы на стол голуби, как в Египте, там где-то в одном месте в Каире, в ресторанчике, голуби бывают жареные и нафаршированные. Это исключительно нежное, чистое, диетическое мясо. Таким образом, старобрядцы относятся к пище не по Ветхому, не по Новому Завету, а по своим измышлениям, только потому, что не знают содержания Библии. вот такой ответ полный по всем пище и по всему. Ни Осипов никто не дадут, они не знают. вот у меня тут жена подошла тоже. хорошо вижу, Екатерина, поклон. Она-то меня не видит, наверное. Видит, видит. Вижу. Синичка тут справа от меня прилетает и от комаров сетку кушает. Я думаю, что шумит. Так, вот такой вопрос, очень актуальный. Когда в церкви проходит диакон с кадилом, обязательно ли вставать в круг? Или это не имеет значения? Говорят, что нельзя оставаться за оградой, то есть за той гранью, где диакон проходит с кадилом. Ну, или священник с кадилом проходит. Все кланяются, поворачиваются постоянно, крутятся. На священник и диакон идет с кадилом. Что кадит? Один вопрос. У него же написано, мне так видится картинка из популярного журнала, пьяный мужик сидит на полу, и наполовину стащил скатерть со стола на себя. А над ним склонилась и жеваная, пожелтевшая от горя жена. И ласково говорит, ну, ты же обещал в прошлый раз, что не будешь больше пить. А он ей невнятно бормочет. Да мало ли, что по пьянке не брякнешь. Вот то же самое с этими суевериями, объяснениями того, что делается в церкви. Прихожане не могут объяснить значение ни одного поворота священника. А все богослужение состоит из сплошного кроссворда и многословной шарады. Все зашифровано глубже ветхозаветнего и допотопного. И сам священник ничего не может объяснить-то. Кто из них до конца дочитал Симеона Солунского и знает содержание новой скрижали? И кто из них прочитал хотя бы раз Библию и девять томов настольной книги священнослужителя? Все это подробно объясняющее. Вот воистину-то на нас еженемно сбывается это из века в век. Матфея 13, 15, 14. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Исайя 43, 8. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Диакон ходит не людей, не стены, а иконы. Поэтому людям нужно стоять спокойно, едва наклонив голову, и не вертеться вокруг собственной оси, как игрушки, как завороженные вслед за диаконом. А другие еще руками машут, благодать привлекает, ладошками на себя захватить дыму побольше. У нас диакон был, он туда горсть сыпанет, но бабки как обкуренные пчелы падают. Вот так. А вообще это прописано именно с какой целью, в каких материалах? Именно вот в книге, настольной книге священнослужителя? А вот впереди-то, считай, какие книги? И вот Солонского, да? И содержание новой скрижаря, так называется, новая скрижарь, книга. Большая, хорошая, синий переплет. Надо будет почитать. Конечно. Летом на улице тоже нужно ходить женщинам в платочке под булавку, а мужчинам с поиском. А вот вы прислали тут кто-то этот ролик про мусульманку-то. Ведь она это не у себя где-то там в мещете. Она в университете, она на работе, а когда она пробила это, теперь за ней все мусульманки туда сунулись, из которых в Москве не принимают-то. Это в Саратове вроде есть. А почему? Так ей разрешайте, а они ее ценят. Вот они не будут выгонять ее там за платье или христианина за бороду. Вот про пояс однозначно никогда не снимать и рубашка должна быть на выпуск. Слово пояс опоявшийся встречается в Библии сто двадцать четыре раза, а распоясывается только один раз, и то в виде насмешки. А женском головном покрывале в Библии написано очень много. Для нас важно то, что молиться она должна с покрытой головой. Первое Коринфянам 11-13. Рассудите сами, прилично ли жене молиться с Богу с непокрытой головой? Ходить одетому по церковной форме, под булавку есть безмолвная проповедь о церкви, об отделенности от мира, о скромности, а это не так уж мало. Мне приходилось видеть в России, в Америке женщин в различных национальных костюмах хамиши. Я спросил, кто они, почему мужчины идут впереди и все с бородами, и никто этому не удивляется, но на них все обращают внимание. У них женщины, как у японцев, должны идти позади и ближе двух шагов от мужчины. Посмотрите на среднеазиатских торгашей, так как они одеты, и не изменяют своим неудобным халатом и тюбетейком, не лезут в немецкую форму, завезенную Петром Антихристом, порушившим национальное и родное. Но бритье бород, заправка, рубашка в брюки так вжилось в испорченную грехом природу человека, что сегодня даже христиан невозможно отучить от этого. Вот так. Да. Я вот тоже пояс одел, уже ношу тут несколько месяцев, может. Притом меня сподвигло, знаете что, после под роликом беседа какая-то состоялась, какая-то женщина отписала, ну как-то, как всегда, против бороды что-то начала воевать. Ну и я ей начал приводить всякие примеры с Библии, убеждать, и она мне говорит, да чё ты говорит, ещё говорит, пояс надень. А, чё ты, говорит, без пояса ходишь, аж такой, говорит, типа правильный. Я тут понял, что правильно она мне сказала, чё же я без пояса хожу, и одел после уже, и больше уже не снимаю. Никогда не снимать. Самое главное, ты когда его оденешь, уже ходишь, потом думаешь, как ходил без пояса, как ходил без бороды, смотришь на безбородок, и жалко даже становится, жалко. Искажённый образ. Да. И это немало, что люди вот говорят, да, главное сердце. Так это всё и сердце-то идёт наружу, сердце-то не видать, а поступки-то видать, они свидетельствуют о сердце, омерщённом. омерщённом. Может ли быть иконы с изображением Христа Бесовской? Вот такие записки мне прямо закидали. Я отвечаю тут на 4 тысячи, 124 вопроса. А сколько здесь не помещённо, я не знаю, они у меня мешки забивали, записки. Наверное, в кафедре стою, выхода. Но очевидно имеется в виду не икона, освящённая в церкви, а ту, которую продают нецерковные люди. Я так думаю. Или же вопрос хотели поставить так. Может ли дьявол явиться в виде иконы Христа? Священнослужители правильно советуют не брать никаких изображений, вызывающих подозрения людей. А для написания икон существуют определённые каноны. Неправильно совершённое крестное знамение может приносить не благословение, а порицание, когда изображается перевёрнутый крест, когда персты полагают не на шрево, а на грудь. Точно так же и здесь. Дьявол может являться и в виде Христа, и Девы Марии, и Ангелов. Это ответ Иоанна Касьяна. 2 Коринфян 11,14. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Володя, подойди-ка сюда. Подождите, я сейчас найду другое. Так, маленько. Маленько-маленько. Мне надо здесь найти в ответе быстром. Ответ такой. Мне тоже вопрос задавали, но я отвечал. Я сюда применяю сейчас. Это вопрос 1510. Открытым оком можно записать себе том 6. пустой. В газетах много пишут, что на Руси невиданная экспансия разных заморских и доморощенных сект. Но ведь истинность, а наша православная вера доказать нетрудно. Например, ни о ком сам Бог так не свидетельствует, что наша вера божественная. Везде мироточат иконы. Мощи нетленные являются. Идут новые канонизации. Православные миссионеры пользуются ли этими неотразимыми свидетельствами о быстенности православия в беседе с сектантами? Ответ Как ни глупы наши горе-миссионеры в кавычках, но в борьбе с сектантским суемудрим они на эти доказательства в кавычках очень не упирают. Разве только в уме своем потухшем. Перечитываем все, что пишут алтайские миссионеры в алтайской миссии газеты. в лампаде название газеты Александра Невского вестники в этих ипорхиальных мурзилках как их называют знающие что такое духовное но и там выступления Дворкина профессора из Москвы не смогли озвучить с упоминанием этих доводов или не захотели или не что вы не смешите своих противников миссионеров православия сегодня нет практически нигде не говоря про алтай где тьма египетская по всему фронту по всей линии соприкосновения с врагами истины и сектантов хотя и командировка профессора по сектоведению уже позади он был здесь но ничего не изменилось в этом плане и никогда в обозримом будущем не может ни наюту измениться московская патриархия не может никуда притулиться как только к своим корням традициям крестным ходам к поиску все новых более чудесных чудес это ее история и опыт ее подобие жизни они пока еще машут широкими рукавами с трибун съездов конференций форумов и прочих порождений плотского ума конкретно посмотрите на это чудо в кавычках крестный ход у нас идет на крещение господня на опе стоят на льду священники в ризах на людей это новое шоу придуманное как восстановленная традиция новым епископам действует совершенно в обратном направлении люди видят этих дебилых непокрытых неповоротливых батюшек с животами в этих неуклюжих ризах как в маскхалатах в этих эпитрахилях партуках но глаз выхватив это ищет уже нового когда же будет главное действие когда можно будет окунуться или хотя бы поглазеть на входящих в ледяную воду и вот эти десятки тысяч прохожан разнесли домой эту вожделенную воду пить которую местная санэпидемстанция запретила категорически так для чего же была эта комедия с ходом и прочими представлениями а вот очень просто чтобы показать видимость жизни видимость общения с народом видимость труда великого а где в это время были эти проклятые мистиктанты проклятые да не были они тут им зачем эти маскарады то маскарады то как они называют подобные наши выходки они в это время в домах культуры проповедуют как могут свое учение скачут с библии причащают в кавычках своих адептов туда идут тоже тысячи там в это время идет необратимый процесс разрушения личности разрушения государства и лжет дворкин то что большинство из этих уловленных заморскими эмиссарами вернутся из сект нет голубчик ничего ты не смыслишь в этом ты еще и не нюхал сектантской кухни попавшему туда выхода практически почти нет потому что некуда ему идти подворотню наших глупостей в хамство дворкиных их туда не заманишь нашими затклыми объедками с византийского подворья дальнейшая перспектива такова количество уходящих навсегда из православия будет все расти и очень стремительно количество прихожан в православных храмах еще стремительнее будет падать и эти восстановленные никому не нужные храмы будут пустыми и они будут отданы на пользу безбожникам или сектантам старое вымирает и молодых почти нет в храмах у сектантов молодежь они рождают своих и физически и через обращение к своей вере их сонный легион увеличивается с часу на час криком кричали православные о принятии нового закона Борис Николаевич Ельцин пошел на поводу у патриарха и додавил принятие нового закона о религиозных культах объединениях организациях общества сколько было вопли за границей против этого закона но еще православные не успели перерегистрироваться а сектанты уже все получили новое свидетельство прошли перерегистрацию вот так и снова вопят православные чтобы этот закон опять поменять так какой же им нужен закон чтобы они угомонились да такой какой был при царях батюшках чтобы ловить ловить сажать сжигать морить по земельям как протопопа вакуума сестер морозовых как штунду разные молоканы духоворов разных мастей жидомствующих стрягольников опоздали любезная времена не те и вы повязаны в этих конвенциях доллары вас ослепили и слабость ваша не позволит вам рта открыть всюду погибель нужно к мудрости божьей обратиться и учить в семинариях жизни а не в мощах искать спасение не в чудотворных иконах в мощах вся мощь премудрость соломона 8 813 если кто желает большой опытности мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее знает тонкости слов и разрешения загадок предузнает знамение чудеса и последствия лет и времен посему я рассудил принять ее в сожитие с собой зная что она будет мне советчицей на доброе и утешением в заботах и печали через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшинами старейшими будучи юношею окажусь проницательным в суде и в глазах сильных заслужу удивления когда я буду молчать они будут ожидать и когда начну говорить будут внимать и когда продлю беседу положат руку на уста свои через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущем после меня с первого дня когда еще зарубежные церкви имели миротащивую икону зарубежная церковь всего-то лишь одну тогда и нужно было предвидеть эту беду куда заведут чудеса вот как пишет в комсомольской правде 19 марта 2003 года на странице 18-19 заголок почему миротачат иконы бог или дьявол подает знаки сегодня особенно была в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений происходящих православной церкви в состав комиссии входят священники профессиональные физики химики биологи и историки сопредседатели комиссии архимандрит и ансэкономцев ректор российского православного университета и Павел Флоренский профессор геологии московской георазведочной академии и вот как они отвечают на вопрос корреспондента в кавычках не сочтите за грубость но наш народ стал слишком тупым слишком тупым и бог как бы подает знаки чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере хотя возможно другое объяснение из истории церкви мы знаем что мироточение может быть не только божественным знаком но и проделками демонов возможно в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками а мы ломаем голову над тем что это происходит я добавляю вот в этом только в одном Иванове в городе уже мироточат 13 тысяч икон если такая авторитетная комиссия уже дает отзывы о предполагаемой дьяволиаде о возможной чертовщине то что скажут явные недруги сектантов об этих чудесах в кавычках ни один самый умный враг нам не подложит такую как клюнувшие на эти чудеса батюшки а теперь вслух заговорили о том как они всегда считают народ тупым да да это это тупости довели-то его вы разлюбезные наши пастыри вы все довели акафистами требами да богослужением вы же мертвы до упора мертвы беспредельно о рождении свыше не слышали и свели эти слова о рождении свыше к мочению волос на макушке головы мокрой ладонью нас выдавает о кощунце за крещение главной убийцей веры в народе являются эти самые кто призван хранить народ не случайно на затоуз говорил что большая часть священников погибает большая часть из этих резоносных и с косичками будут гореть в аду прямо от проруби саби большая часть из них избранных в президиуме в епархии и он добавляет что если бы хотя одна душа погибнет по небрежности священника то ему не хватит всей его жизни чтобы загладить сию вину а их гибнет миллионами вот о чем и говорил отец Андрей Ткачев им бы новый закон чтобы эта власть устроила освенцам в стране чтобы ловили и жгли ловили и душили 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 как шариков котов душили староверов баптистов а сегодня говорят что эти люди были традиционно местные они такие спокойные такие тихие не деструктивные не экстремисты были как сегодняшние не фанатичные не талитарные не вредные вот как заговорили когда появились новые секты то готовы старых своих врагов брать в соратники чтобы одолеть новоявленных гуру неопятидесятничество со всеми харизматическими выкрутасами и песнопениями их не уничтожить не выбросить из страны не одолеть и власть не пойдет на это но поможет сектантам на этом раздрай и воссядет дядя Антихрист истинность веры доказывается только Библией и нашей жизнью если бы батюшки учили народ знания священного писания то результат какой-то мог бы быть но богослужения традиции чудеса на этом и закончится православие в России ибо беду священники уже ощущают но делать ничего не умеют как говорит Феофан Затворник горе вам что затворили царство небесное человеком горе Матфея 23 13 это сказано архиереям которые сами не учат народ спасительному пути и священников не заставляют это делать сказано священникам которые оставляют народ небрежение не заботясь объяснить им что нужно для спасения души от этого народ пребывает в слепоте одна часть остается уверенности что идет все правильно а другая хотя замещает что у нее не так идет дело но не идет куда следует потому что они знают как и куда идти от этого разные нелепые понятия в народе от этого легко находят доступ к нему и всякое злое учение священник обычно думает что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда когда это зло разрастается и выходит наружу но тогда уж ничего и не поделаешь священник первым бьямом своей совести должен считать совершенствовать взрослых познаний христианской веры а юное поколение готовить с первых сознательных лет объясняя им то что им нужно и можно знать когда и как будет удобней кавычки закрыты Феодор Затворник Феофан Затворник вот такой еще и ответ да полный ответ да ну да я читал эту статью ну даже каких-то даже малейших оснований нету по поводу того чтобы считать мироточение каким-то ну чем-то таким божественным ну мы же не находим таких примеров в писании нигде не видим этого ну да просто хоть раз вот вы встречали чтобы это кому-то что-то помогло вообще поверье они там верующие стали не знаю может где-то и прошел мимо не заметил интересно нас обыскивали мусульмане а это был Дагестан кажется мы уходили или это было в Азербайджане Азербайджан наверное в таможне ну и растеребили когда нас там и там зарубежная церковь иконки посылала и туда прилепляли маленькие такие целлофановые как бы кармашки и там лежал маленько ватки от этой иконы мироточения а мир этот еще специально у иконы так корыца бежит желоб и в корыца и вот он увидел а что это такое я сказал ну он мусульманин он пристал отдай мне ее жена что ли больная ну может что-то и будет чудо какое она я взял на всякий случай помазать где-то ну вот я как-то мне попала в руки книжечка и тут как раз вопрос тоже на эту тему старая какая-то там еще дореволюционная по поводу исповедания грехов и там перечисляются грехи и там один из грехов было держание собаки в комнате с иконами и вот вопрос можно ли верующему держать в квартире кошку или собаку и если можно то сколько и не грех ли это не скверняются ли от этого иконы и сама квартира у нас тут одна какая-то приехала монашка назвалась и увидела собаку в комнате как она взахалась да вы что делаете это не у нас там у других где собака там ангел прибывать не может я отвечаю так можно держать но живутся ли кошка и собака вместе не тяжело ли в квартире держать пса когда живет человек и не на первом этаже собака не для забавы должна быть а для работы охраны собака хороша в турпоходах когда тебя не застану спящего ни зверь ни посторонний человек держать собаку лучше во дворе я сам держал хороших больших восточноевропейских овчарок занимался с ними в краевом уголовном розыске они у меня работали посаживали их юлерный магазин мне платили за них зарплату у отца нашего всегда были крупные мощные собаки охраняли отары овец сегодня же вывели таких плюгавеньких сморчков что смотреть страшно уродство собака как член семьи она высокоразвитая животная вполне может соперничать по уму с лошадью нас интересует мнение библия собака грешных злых людей всегда сравнивали с псами и собаками 1 цар 1743 сказал филистимлянин Давиду что ты идешь на меня с палкой и с камнями разве я собака и сказал Давид нет но хуже собаки и проклял филистимлянин Давида своими богами серахов 1332 какой мир у гиены с собакой и какой мир у богатого с бедным богачка гиена вонючая смердит грехами а праведник бедный не ворует он охраняет те сокровища которые доверил ему сам бог таков смысл стиха Тавитам 517 и отправились у оба и собака юноши с ними архангел Тавит не мешала спорит что в доме нельзя держать ради икон собаку которая скверняет своим присутствием святыню но библия повествует о другом в данной книге говорится что архангел Рафаил шел рядом с собакой это его не трогало не беспокоило тогда не нужно приписывать иконам то что у нас в испорченном уме разуме то что не оскверняет нас не может осквернить и наши фотографии Тавит 11.3 а ты возьми руку в руку желчь рыбью и пошли за ними побежала и собака Бог делает различия между теми кто прославляет Христа и теми кто бесчестит его святое имя и отношения к скотине у обоих различные у верующих не может быть мучительства над животными исход 11.7 у всех же сынов израилевых ни на человека ни на скот не пошевелит пес языком своим дабы вы знали какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами 2.3 16.9 и сказал овеса сын царю зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя пойду я и сниму с него голову так вот собака нечистая животная и злая 2.3 23.18 подтверждаю не вноси платы блудницы и сыны пса в дом Господа Бога твоего что ни по какому обету ибо и то и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим Исаия 66.3 беззаконник же заколающий вала то же что убивающий человека приносящий агнца в жертву то же что задушающий пса так досчитать надо приносящий семидал то же что приносящий спину и кровь воскуряющий фимиам в память то же что молящийся идолу и как они избрали собственные свои пути и душа и душа находит удовольствие в мерзость всех их Матфея 7.6 не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись не растерзали вас Матфея 15.23 он же сказал в ответ нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам псалом 21.17 ибо псы окружили меня скопище злых обступило меня пронзили руки мои и ноги мои псалом 58.7 вечером возвращаются они воют как псы и ходят вокруг города добрый священник сравнивается с хорошей собакой а сохраняющий достояние вверено ему но нерадивые пасты презренны Исаия 56.10 стражи слепые все и невежды все они немые псы немогущие лаять бредящие лёжа любящие спать Исаия 56.11 это псы жадные душой и не знающие сытости это пасты бессмысленные все смотрят на свою дорогу каждый до последнего на свою корысть неверующие это псы которые в храм ходить не всем разрешено хотя все животные в очах божьих хороши бытие 1.25 и создал бог и зверей земных породы и скот породы его и всех гадов земных породы увидел бог что все это хорошо Матфея 15.27 она сказала так господи но и псы едят крохи падающие которые со стола господ их язык собак обладает бактерицидными свойствами и при язвах и загнивания их язык врачует сметаной помажешь собака будет лизать и желал напитаться крошками падающие со стола богача и псы приходя лизали струпья его откровение 22.13 а вне псы и чародеи и любодеи и убийцы и долослужители и всякие любящие делающие неправду про кошку в библии узнаем только один раз когда евреи насмехаются языческими идолами послание Иеремии 1.21 на тело их и на головы их налетают летущие мыши и ласточки и другие птицы лазают также по ним и кошки кошка везде залезет потому что она ищет мышей кошка была священным животным в Египте продовольствия было много и мышек хватало и вдруг такая мышеловка неутомимая и ласковая грациозное животное маленький тигр в доме она бабушкам ноги греет под старость глистами помогает забогатеть ну все наверное сегодня я не гожий сегодня 498 ну что все все